Полный загадок Силэнский череп, идеально сохранившийся динозавр, останки лохнесского чудовища, чешуйчатое яйцо неизвестного происхождения и многое другое. С вами СмартПицца, и в этом выпуске вы увидите удивительные находки, которые изменят всю историю. Удивительный череп И начнем мы вот с такого интересного черепа, который нашли обычные рыбаки. Посреди зимы люди отправились на прорубь ловить рыбу и совершенно случайно заметили подо льдом странный, не похожий на что-то естественное объект. Они проделали дыру во льду и не поверили своим глазам. В нескольких метрах под ними виднелся гигантский череп неизвестного существа. Кому он принадлежит, никто из ученых сказать так и не смог. Объект передали на исследование и, возможно, скоро завеса тайны приоткроется. А как думаете вы, кому он может принадлежать? Напишите в комментариях. Оранжевое нечто Следующая история произошла с жителем Великобритании, который находился в путешествии вместе со своим сыном. Грег, так зовут отца, и его сын Тайлер, любовались живописными видами на гавань и случайно заметили природную диковинку. Первым создание приметил мальчишка, но подходить и исследовать его в одиночку он побоялся. Тайлер рассказал обо всем отцу, и уже вместе они отправились ближе к этому, как потом оказалось, подводному существу. Сперва люди приняли его за мутировавшего осьминога, но приглядевшись к находке чуточку лучше, они поняли, что перед ними нечто куда более таинственное. Эксперты, увидевшие эти снимки в сети, тоже были озадачены. Смотреть на непонятные останки и видеть в них мистических существ – это, безусловно, здорово. Но с точки зрения науки, куда лучше найти уникальные останки уже известного существа, того, о ком мало информации. Ведь такая находка позволит улучшить наше понимание истории, внесет свои коррективы и, возможно, откроет для нас нечто более удивительное. К числу находок, которые, несомненно, стали важными, я бы отнес вот эти останки возрастом в 110 миллионов лет, найденные около 13 лет назад. Они представляют собой прекрасно сохранившийся скелет надозавра. Чтобы вы понимали, в насколько он хорошем состоянии, ученые сравнили скелет с полноценной мумией, обработанной природным материалом – битумом. К слову, именно битумом бальзамировали знать в Древнем Египте, чтобы предотвратить гниение. Арабское слово «мумия» произошло от «мум», что означает «битум», «воск» или «смала». Динозавр же оказался забальзамирован по естественным причинам, поскольку попал в нефтеносный песок. У этого монстра сохранились костяные пластины, защищавшие шею и плечи, отдельные чешуи, а его шея осталась повернутой влево, будто он собирался полакомиться сочными листьями, растущими на ветке. При каких обстоятельствах погибло создание, пока неизвестно, но настолько хорошие останки определенно откроют людям правду. Просто это требует немного больше времени. Несси Следующая находка была обнаружена на берегу озера Лох-Несс в Шотландии. Там владельцы собак, которые каждое утро прогуливаются по одному и тому же маршруту, заметили нечто странное, такое, что прежде ни разу не попадалось им на глаза. Этим нечто стал загадочный скелет неизвестного животного. Его фотографии тут же были выложены в сеть, но никто из зрителей так и не смог предположить, кому этот скелет принадлежит. Самой популярной версией, как ни странно, стала версия про Несси. Якобы именно так и должны выглядеть останки легендарного чудовища из озера. Кстати, вы вообще верите в Лох-Нессского монстра? Просто я лично знаю много людей, которые реально убеждены в том, что он существует. А их главным аргументом, помимо фото или видео доказательств из сети, является то, что об этом монстре из озера стало известно еще очень давно. Тогда, когда такого понятия, как хайп, даже не существовало. В седьмом веке Аббатайонского монастыря Адамнон в жизнеописании святого Колумбы упомянул о водяном монстре, обитающем в шотландском озере Лох-Несс. Он описал это существо как огромное животное, равное которому нет на земле. Допустим, он обманул, но какой на то был мотив? Если у вас есть свои «за» и «против» касательно Несси, жду вас в комментариях. Ну а мы пока отправимся дальше, ведь здесь нас уже заждалась очередная полная мистики находка. На сей раз она связана с черепом неизвестного существа, найденном в небольшой датской деревне Ольстик в 2007 году. Сразу после обнаружения этого объекта его передали местным исследователям, и те занимались изучением ближайшие три года. В результате они пришли к выводу, что череп принадлежал млекопитающему неизвестного вида. Вот только кто это мог быть? Человек? Гуманоид? А может, гость из будущего или создание из параллельной вселенной? Само собой, дать точного ответа никто не может, по крайней мере, пока. Но изучение черепа не прекращается ни на год. К примеру, согласно последним новостям, это мог быть череп-представителя древнего неземного вида, произошедшего от гуманоидов, переживших потоп в недрах Земли. Сначала исследователи подумали, что владельцем черепа является редкое животное, поэтому находку отправили на экспертизу сотрудникам университета ветеринарной медицины в Копенгагене. Но люди были удивлены, когда результаты показали, что череп не принадлежал ни одному известному науке животному. Конечно, ученым известны далеко не все существа на планете, однако, по мнению экспертов университета, общего у этого черепа с животными крайне мало. Через некоторое время после того, как останки нашли, в селе Ольстик начались большие раскопки. Археологи надеялись обнаружить другие части тела неизвестного существа или какие-нибудь предметы, которые ему принадлежали, но все это было безуспешно. Единственное, что удалось установить наверняка, это то, что данное существо жило примерно 800 лет назад. Оно было огромным, имело потрясающее зрение, а также, вероятно, обитало в темных местах по типу пещер. Форма зубов указывает на явные признаки хищника. Как вы думаете, кто это мог быть? Монстр из морских глубин Определить принадлежность к животным в следующей истории было гораздо проще. Житель Квинсленда, Австралия, наткнулся на пляже на дряблое бездыханное тело четвероногого создания с длинным крысиным хвостом, которое потеряло почти всю плоть с головы. Несмотря на это, сомнений у ученых не было. Это животное, о котором мы не имеем ни малейшего понятия. Теперь исследователи прикладывают все свои силы, чтобы попытаться установить, кем именно мог быть данный монстр и где живут его собратья. Вряд ли это был мутант, но и эту версию пока никто не отбрасывает. Ведь тела наземных животных, которые долго пребывают в воде, могут сильно меняться и приобретать странный потусторонний вид. Не исключено, что это кто-то с суши, оказавшийся в воде и выброшенный на берег лишь спустя много времени. Полукит-полудельфин Не знаю, как вы, но я постепенно начинаю все сильнее и сильнее верить в разного рода легенды, ведь они подтверждаются. И вот еще один пример. Китобои уже много лет говорят о некоем полуките-полудельфине, который обитает в водах и не дает морякам спокойно совершать плавание по маршруту. Из-за чрезвычайной ловкости создания поймать его никак не удавалось, но тут, по воле случая, тело уже мертвого монстра прибило к берегу. Причем оказалось, что это был не простой подводный обитатель, а настоящий мутант с двумя головами. При этом у создания был один общий хвост, а также всего одна дыхательная система. Погиб полукит-полудельфин в ходе битвы, и, вероятно, если бы не слишком сильные ранения, мог бы плавать еще много лет. Интересно, сколько еще самых разных и пугающих созданий скрывается под водами Мирового океана? Причудливый скелет Следующая находка была обнаружена на востоке Турции. Длина этого скелета составила примерно 90 сантиметров, и, видимо, при жизни это существо очень быстро и ловко передвигалось. По крайней мере, об этом свидетельствуют его длинные задние конечности. Сообщается, что местность, где был обнаружен скелет, вот уже 30 лет практически пустует. А это значит, что крайне сложно будет определить, как кости попали в данный регион. Впрочем, для исследователей это не особо важно. Они в любом случае хотят изучить данный скелет, поскольку он спокойно может относиться к какому-то древнему или еще неизвестному науке виду. Особенно специалистов воодушевляет некоторое количество неразложившихся тканей на костях, что позволяет провести ДНК-тест. Вот откуда только появляются такие странные и необычные создания, кто-нибудь может сказать? Эмм, хотя, знаете, наверное, я понял. Они появляются из подобных, не менее странных яиц. Эта диковина овальной формы была найдена в штате Арканзас в 2012 году. Ее длина превысила 60 сантиметров, что не свойственно ни одному из известных науке созданий. Кроме того, она будто покрыта чешуей, что дало многим основания судить о рептильном происхождении причудливой находки. Сказать, что по теме этого яйца высказывается много предположений, это ничего не сказать. Одни уверены, что мы нашли уникальное яйцо древнего динозавра. Другие говорят, что это окаменевший панцирь черепахи. Третьи относят находку к погибшим инопланетянам. Короче говоря, теорий просто масса. Единственное, что объясняет комментаторов, это надежда в то, что незнакомцы, нашедшие яйцо, не решили отнести его к себе домой. А то вдруг там есть кто-то живой, и совсем скоро он вылупится. Следующие кадры были взяты из приложения Google Планета Земля. И с одной стороны, это делает их не такими интересными, как остальные. Но с другой, наоборот, заставляет лишний раз поверить в правдивость того, что мы с вами наблюдаем. Ведь подделывать карты, насколько мне известно, люди еще не научились. Итак, это пустынный дракон. Именно так прозвали монстра, замеченного на снимках со спутника. Известно, что эти драконы издревле присутствовали во многих культурах, что уже наводит на подозрение о том, что они действительно существовали. Теперь же окаменелые останки вполне могут стать очередным и финальным доказательством всего ранее сказанного. Находка была обнаружена в 2018 году, но, что удивляет меня больше всего, ее до сих пор никто так и не изучил. То ли люди просто не знают, как безопасно добраться до этой точки, то ли они уже давно изучили эти следы и просто не хотят говорить правду, которая может шокировать общественность. А это еще одна удивительная находка, на сей раз обнаруженная уже без использования дополнительного оборудования. Таинственный скелет был найден в Чили и с первых же секунд до чертиков напугал всех исследователей. Люди подумали, что это кости чупакабры или кого-то другого хищного, но еще неизвестного науке. Впрочем, как бы то ни было, от перемены мест слагаемых находка менее ужасной не станет. Опять же, несмотря на то, что открытие сделали в 2018 году, никаких точных данных касательно него до сих пор нет. Говорят лишь, что останки переданы в исследовательский центр. Что-то мне это не нравится. Морской мутант Теперь нам с вами придется отправиться в Китай, ведь именно там, летом 2018 года, люди, гулявшие вдоль берега, нашли пугающего мутанта. Поначалу местные жители побоялись к нему подходить, но вскоре нашелся смельчак, взявший мутанта в руки и решивший сфотографироваться с ним на память. В тот самый момент и выяснилось. Этот морской гость еще жив. Дальнейшая судьба, ровно как и то, кем было это создание, осталось неизвестно. Человек на видео никак не комментирует произошедшее. Теории от специалистов тоже разнятся. Одни уверены, что это новый вид морской жизни. Другие, что перед нами мутировавшая морская звезда. Мда уж, находить нечто неизвестное науке, это всегда очень волнительно и по-особенному интересно. Однако я больше люблю находки, которые не переносят нас в мир волшебства, а наоборот раскрывают карты прошлого. Говорят интересные подробности о тех созданиях, которые реально обитали на Земле тысячи и миллионы лет назад. Одной из таких находок стала вот эта вот лапа, обнаруженная в 1986 году в Новой Зеландии. Среди мрака и ледяных сталактитов гигантской пещеры люди нашли огромную кожаную лапу с острейшими когтями. Ее размер был невероятным, она была как нога африканского слона. Более того, лапа таинственного монстра находилась в прекрасном состоянии. И складывалось ощущение, что какая-то огромная курица потеряла ее совсем недавно и сгинула во тьме. К счастью, путешественники не забоялись взять находку с собой и скорым рейсом отвезли ее к археологам в исследовательский центр. Как позже выяснилось, этой лапе было около трех с половиной тысяч лет. И она принадлежит птице Кайнозойской эры, достигающей трех метров в высоту. Я говорю о Моа. Дальнейшие исследования ДНК ископаемого животного открыли нам потрясающую историю жизни и смерти целого вида. 19 миллионов лет назад Моа расплодились по южному полушарию Земли. Покрытые перьями от клюва до ног, они не имели хвоста и крыльев, не умели летать, но прекрасно бегали, и этого хватало. И все было бы хорошо, если бы не появление самого страшного хищника – человека. Человек стал постепенно покорять Кайнозойский мир гигантов, истреблять и поедать бегающее мясо для своей эволюции. Прошло время, и Моа не стало. Гиганты жили долго, а росли очень медленно. Популяция не могла возместить ущерб от человеческой охоты, чтобы сохранить вид. Окаменелость птеродактиля В 2014 году в известняковом карьере недалеко от Пайнтена, небольшой коммуны в горах Центральной Баварии, были найдены одни из древнейших окаменелостей птеродактиля, возраст которых равняется 152 миллионам лет. Вы просто вдумайтесь, на то, чтобы извлечь их из породы, потребовалось около 120 часов очень тонкой и осторожной работы, в которой люди полагались исключительно на иглы и кисти. Ха, еще бы, никто ведь не хотел упустить из рук столь ценные кости древнего существа. Полученная находка представляла собой полный и хорошо сохранившийся скелет особи небольшого размера. У нее отсутствовала лишь небольшая часть левой нижней челюсти, а также левой и правой большеберцовых костей. В остальном птеродактиль почти идеально сохранился, каждая кость находилась в правильном анатомическом положении. Более того, этот скелет, вероятно, относился к еще молодой и недоразвитой особи, что уже само по себе редкое открытие. А на этом все. Напишите в комментариях, какая находка удивила вас больше всего, а также ставьте лайк и подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok